Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Ошибка резидента, предполагаемого украинского шпиона, отправили домой. Выходит из подпорья. Предприниматели, нелегально работающие на Алма-Атинской, встретились с главой города, чтобы обсудить перспективы легализации. За мусор ответят. Жители частного сектора на Садово, нежелающих платить за вывоз отходов, накажут рублем. Хорошие работники всегда на субботнике. Журналисты Самары ГИС присоединились к генеральной уборке города. Серб и молот. Футболист Крыльев Советов Милан Родич тоже вышел на субботник. Гражданин Украины, задержанного в Самаре, по подозрению в шпионаже, депортировали в Донецкую область для дальнейшего разбирательства. По данным Самарского управления ФСБ, мужчина может быть причастен к обстрелам на территории ДНР и, возможно, является наводчиком. 27-летний гражданин на протяжении 6 часов следил за Самарским железнодорожным вокзалом. Его задержали 19 марта. Силовики выяснили, что он принадлежит к агентурному аппарату подразделения спецрезерв разведки Минобороны Украины. На опросе он признался, что собирал информацию о военных объектах в ДНР и Ростовской и Самарской областях, изучал схему зданий, количество видеокамер и полицейских. А вот Министерство обороны Украины заявило, что мужчина не имеет отношения к украинской разведке. Машину с центнером рыбы без ветеринарных документов задержали в Самаре. Сотрудники ДПС на улице Антона Вовсенко в районе пресечения ее с улицей Булкина остановили грузовик «Газель» с номерами 82-го региона. В автомобиле оказалось 10 ящиков с сазанами и карасями. Никаких сопроводительных документов на товар у водителя не было. Владелец пояснил, что рыбу вез для себя. Домой кушать, сказать, нельзя, если на базары покупаешь. Позже водитель признался, что товар собирался продать на мини-рынке на Антона Вовсенко. Прибывшие на место задержания сотрудники Ростельхознадзора составили протокол об административном правонарушении. Груз был направлен на утилизацию в дубовый мед, где в присутствии владельца был переработан мясокосную муку. Поддельные духи, косметику, часы и одежду. Самарские таможники изъяли в одном из крупных торговых центров Самары всего почти 1200 предметов. Контрафактную косметику продавали с маркировками известных мировых брендов по акции «Все по 300 рублей». В таможне обратился один из представителей правообладателя торговых марок. Экспертиза показала, что нелегальная продукция могла быть вредна для здоровья покупателей. Полиции возбуждено дело об административном правонарушении. Всего же только за прошлый год Самарская таможня выявила более 117 тысяч единиц контрафактной продукции. Предотвратила нанесение материального ущерба правообладателям и изготовителям оригинальных товаров на сумму более 23 миллионов рублей. В Самарской таможне осуществлялось взаимодействие с представителями правообладателей товарных знаков. Кроме того, проводилась экспертиза в эксперто-криминалистической службе таможни. В своих заявлениях правообладатели указывали, что упаковка и маркировка продукции имеет ряд отличий от оригинальных. Кроме того, компоненты парфюмерной и косметической продукции не отвечают установленным нормам качества и безопасности. Владельцы незаконных кафе и автомоек на Алматинской хотят легализоваться. Дело в том, что почти каждая постройка в этом районе возведена с нарушением закона, что до недавнего времени не мешало бизнесменам спокойно работать. Теперь они хотят переоформить свою землю, чтобы коммерческая деятельность на ней была разрешена. О позиции городских властей репортаж Валерия Макаровой. Сегодня улица Алматинская – это целый район ресторанов, гостиниц, автомоек и саун. Хотя по документам на этой земле можно разве что возделывать огород. Зона Р-5 подразумевает только дачные участки и коллективные сады. Выходит, вся улица занимается бизнесом незаконно. Однако в последнее время предприниматели задумались о легализации. Предлагают перевести землю в зону С-2. Она разрешает строительство коммерческих предприятий. С этим сегодня и пришли главе Самары Олегу Фурсову. В данный момент вдоль улицы расположены предприятия сферы услуг, которые пользуются популярностью жителей города. Это 53 предприятия малого бизнеса, в которых работает порядка 722 человек. Камнем преткновения в этом проекте оказалась так называемая «красная линия», то есть линия застройки. Предприниматели считают, что данные генплана устарели и линию можно перенести. Однако это сделают улицу уже. В администрации города не согласны. Там опасаются, что в будущем это навредит всему району. Данная позиция нашла свое подтверждение в соответствующих письмах Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, в которых было указано, что сужение красных линий в дальнейшем может воспрепятствовать ее реконструкции, развитию транспортных связей между жилыми и промышленными районами и центром города. Чтобы принять взвешенное решение, необходимо изучить все стороны вопроса, подытожил глава города. Кроме того, предприниматели должны навести порядок на своих предприятиях. Мое решение такое. Никаких красных линий их переносить мы не будем на сегодняшний момент. Я блокирую все эти решения, поэтому они не принимаются. Но и прошу очень вас навести порядок в всех предприятиях, которые вы представляете. Значит, что это значит? Это значит, что вы должны платить налоги не только земельные, но и налог с прибыли. Это должен быть порядок в трудовых отношениях с людьми. Олег Фурсов поставил задачу профильным ведомствам все вопросы отработать. Срок – месяц после совещания, где и будет принято решение. А пока владельцам кафе-гостиницы «Автомоек» на Алматинской дано время привести бизнес к требованиям закона. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Роды в радость. Сегодня губернатор Николай Меркушкин и генеральный директор группы компании «Мать и Дитя» Академик Курцер посетили строительную площадку многопрофильного клинического госпиталя. Он возводится в рамках государственного частного партнерства. Меморандум об этом был подписан в 2015 году. Сюжет – Инна Сапанченко. Первый камень – фундамент нового госпиталя – был заложен ровно год назад. Сегодня практически готово шестиэтажное здание. Строители приступили к внутренним перегородкам и прокладке коммуникации. Уже к осени начнется монтаж оборудования. Первые пациенты в новом госпитале должны появиться в начале 2018 года. Стройка идет с некоторым опережением графика. Строители признаются, что необычный объект вызывает у них профессиональный интерес. Очень интересно, потому что каждый этаж даже не то, что объект. И так в жизни каждый объект, он своеобразный. А тут каждый этаж своеобразный. Потому что современные технологии, применяемые здесь, на этом госпитале, они, конечно, требуют очень, можно сказать, профессионального и четкого внимания ко всему. Клинический госпиталь спроектирован максимально комфортно и современно. Здесь будет акушерское отделение с раздельным блоком, хирургическое, педиатрическое и урологическое отделение, а еще поликлиника и диагностический центр. Мощности госпиталя позволят принимать ежегодно до 2000 родов, проводить до 600 циклов ЭКО и организовать 150 тысяч амбулаторных посещений. Пациентами нового учреждения станут не только самарцы, но и жители других регионов и даже стран. Одним из критериев в пользу открытия высокотехнологичного центра инвестор называет огромный медицинский потенциал Самары. У нас во многих регионах в Москве работают выпускники. И общий уровень фундаментальных знаний, профессиональных навыков, которые получают выпускники, и уровень вообще медицины. Вот я проезжал мимо онкологического великолепного центра, который у нас работает, говорим о том, что здесь региональная медицина очень на высоком уровне. Марк Курцер пообещал, что самое дорогостоящее лечение будет доступно жителям региона, поскольку компания активно работает в системе обязательного медицинского страхования. Намерение власти уделить этому больше внимания подтвердил и губернатор Николай Иванович Меркушкин. Глава региона особо отметил и то, что с открытием учреждения будет создано 1100 новых рабочих мест. «Иметь такое еще и учреждение, где люди могут работать, получать хорошую заработную плату и достойно, комфортно жить, для нас, для региона это исключительно важно. И если сюда будут приезжать люди, и деньги фомсовские, других регионов, других стран, оседать будут в Самарской области, ну это красота, задача из задач конкурентоспособности региона». Курцер отметил, что меморандум, подписанный правительством области, и группа его компаний выполняется неукоснительно обеими сторонами. А место, выделенное под строительство, лучшее, какое можно было желать для лечебного учреждения. За пределами города, но доступное логистически. С верхних этажей здания прекрасно виден будущий новый стадион. Такое соседство, как символ поступательного развития региона. Инна Сапанченко, Максим Гусев, События. Губернатор Николай Меркушкин встретился с недавно избранным главой Тольятти Сергеем Анташевым. Мы рассказали о проведенных переговорах с немецкой компанией, производящей стальные радиаторы, которые с июня начнут работать на территории особой экономической зоны и к началу 2018 года планируют выйти на полную мощность. Создать около 100 рабочих мест. Глава региона рассказала о решении выделить дополнительные 15 миллионов рублей на строительство здания Поволжского православного института и о выделении средств областного бюджета на благоустройство города. Сергей Анташев сообщил, что в Тольятти нуждаются в ремонте внутриквартальных дорог и строительстве новых спортобъектов. Эти инициативы губернатор поддержал. 250 миллионов мы выделяем дополнительно на Тольятти на дороге. И окончательно решили вопрос 85 миллионов на 17 придворовых, пришкольных комплексных спортивных площадок. Почти 20 процентов льготников в марте не уложились в лимит. Напомню, сейчас это 50 поездок в месяц. Министерство социально-демографической политики региона проанализировал ситуацию. Среди основных причин выявили отсутствие прямых маршрутов до места назначения, также превышали лимит люди, которые часто обращаются в больницу или ухаживают за родственниками. Министерство продолжает мониторить ситуацию, и каждый случай превышения установленного количества поездок рассматривается в индивидуальном порядке. Конечно, есть категории людей, которые действительно нуждаются в большем количестве поездок. Конечно, по ним нужно принимать решения по оказанию материальной помощи. Мы сейчас такие предложения готовим, доложим губернатору, и будет приниматься решение. Почти 2 миллиарда рублей получит Самарская область из федерального бюджета. На что планируют направить эти деньги, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! В конце недели нефть удерживается на отметке выше 53 долларов за баррель. Валюта дешевеет. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 56 рублей 23 копейки, евро 60 рублей 31 копейка, золото стоит 2321 рубль, серебро 32 рубля 99 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 56 рублей 36 копеек, дороже всего продать за 56 рублей 6 копеек. Туристы смогут получить налоговый вычет до 120 тысяч рублей за отдых на российских курортах. С таким предложением выступил Комитет Совета Федерации по социальной политике. Роспотребнадзор провел масштабную проверку продуктов. Оказалось, больше всего фальсификата встречается в импортной рыбе, молоке, сметане и сыре. Самарская область получит из федерального бюджета почти 2 миллиарда рублей. Деньги направят на строительство школ, детских садов, поликлиник и внутриквартальных дорог в Крутых Ключах, Южном Городе и Волгаре. На этом все. Удачи в делах! Далее коротко о других событиях дня. В Самаре в ночь на 21 апреля в одном из дворов на улице Победы на автомобиль «Шевроле Лачете» упало огромное дерево. Оно повредило капот и кабину машины. Владелец авто припарковал его прямо под деревом, видимо, не предполагая, что оно может рухнуть. Но дерево не выдержало напора сильного ветра. В 2016 году от ВИЧ в Самарской области умерло более тысячи человек, что почти на 20% больше, чем ранее. По данным регионального Минздрава, в губернии инфицировано ВИЧ 34,5 тысячи человек, что составляет более процент от всего населения области в возрасте до 59 лет. Спасатели доставили из Рождествено в Самару двух больных с инсультом. В первый раз помощь потребовалась утром 62-летней женщине. Для доставки больной в Самару был направлен спасательный катер. Второй вызов поступил днем. В 14 часов срочная госпитализация потребовалась 64-летнему мужчине с тем же диагнозом – инсульт. Его переправили на катере через Волгу и передали медикам-скорой. В Самаре задержаны участницы группы хакеров, похищавших деньги с чужих счетов с помощью троянов. По данным следствия, подозреваемые рассылали на мобильные телефоны вредоносные программы, с их помощью копируя данные банковских карт. Группа, состоявшая из пяти человек, начала действовать в 2015 году. Ее предполагаемыми организаторами являлись жители Уфы. Там же проживал технический специалист. Двое непосредственных исполнителей были задержаны оперативниками в Екатеринбурге и Самаре. По имеющейся информации, злоумышленники действовали на территории всей России. Только в Чувашии сообщения от них получили как минимум три тысячи человек. Холода вслед за центральной Россией добрались и до Самары. Уже сегодня ночью температура местами опускалась до минус шести градусов. Днем воздух прогреется лишь до двух-семи градусов. При этом возможен небольшой снег и гололедица. По прогнозам синоптиков, аналогичная погода сохранится в губернии до воскресенья. И лишь с началом следующей недели в Самару вернется весна. Поменяли мяч на грабли. Футболисты команды «Крылья Советов» вышли на уборку самарских дворов. Впервые спортсмены участвуют в весенней уборке. Спортивные субботники прошли в Октябрьском, Советском и Промышленном районах. Вокруг себя футболисты собрали внушительную команду поддержки из юных болельщиков. Марина Кравцова узнала, почему сербу Милану Родичу так понравился российский субботник. Показать класс футболисты из Самарской команды «Крылья Советов» могут не только на футбольном поле с мячом, но и в обычном дворе с граблями. Здесь субботник выдался не только спортивным, но и международным. Звезды спорта с граблями в руках. Картина непривычная. Футболисту из Сербии Милану Родичу идея выйти на уборку города понравилась. В стране на Балканах такой практики нет. И русская традиция футбольному легионеру пришлась по нраву. Конечно, надо делать у граждан, чтобы город был чистый, чтобы природа могла просто расти потом. Если грязно, то природы не будет. Самарские футболисты не только ногами умеют работать. Белоручками их не назовешь. Помогать природе Милан принялся прямо во дворе. Бензопилой обрезал сухие ветки деревьев. Пример кумиров заразителен. Вместе с футболистом порядок во дворе наводили молодые болельщики. Помочь, чтобы сделать Самару чистой. Пришел, помог и сфотографировался с ним жить. Жители ближайших домов не остались в стороне. Возрождение традиции субботников воспринимают на ура. Я выходила первый раз, у меня был еще ребенок маленький. Потом что-то не выходили. Просто, собственно, никто не организовывал, если честно сказать. Ну, вообще-то надо выходить. И если бы все вышли, больше бы, и мы быстрее бы сделали. И, наверное, уже каждый бы больше дорожил бы этой чистотой и не бросал бы мусор. Конечно, от уборки отвлекались, чтобы сделать фото с футболистом и взять автограф защитника крыльев. Но всего час времени, пара десятков мешков собранной листвы и мусора, и двор буквально сияет чистотой. Можно и отдохнуть по-спортивному. На площадке небольшой мастер-класс от футболиста и состязание среди парней по чеканке мяча. Победителю приз – мяч с автографами игроков крыльев. А всем участникам в подарок билеты на матчи команды и на концерт российских звезд эстрады на площади Куйбышева 22 апреля. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События. Микрофоны в сторону. Место эфира тоже на субботник. Сотрудники телеканала «Самара Гиз» включились в городской минстрим и привели в порядок свою территорию. Уборка уже традиционное событие. В нем участвуют сотрудники всех отделов телеканала. Как поработали, отдохнули наши коллеги, расскажет Олеся Корецкая. Ведущий Сергей Кизоркин представляет, что в руках у него не лопата, а хоккейная клюшка. Спортсмен со стажем даже на субботнике делает пасы прошлогодними листьями. Считает, что уборка – не разовая акция, а способ поддерживать чистоту. Это как с 8 марта и с 23 февраля. Не нужно дарить цветы любимой женщине только 8 марта. Так и во дворе. Вышел около своего подъезда, убрал, там во дворе порядок наводи, дворнику помогай. Понятно, что один человек там 2-3-4 двора не потянет. На уборку вокруг офиса вышли сотрудники всех отделов телеканала «Самара Гиз». Еще с утра навели порядок на своих рабочих местах. И пока по всему городу снимаются новости в программу события, проводят время с пользой на свежем воздухе. У меня есть желание выйти в субботник на работу. На самом деле хочется, чтобы город был чистый. Ну пусть даже пока не весь, но в каких-то вот местах, которые хочется, чтобы они были чистыми, я думаю, что я смогу в этом помочь и с удовольствием каждый раз выхожу. Ну, во-первых, действительно, когда люди сами убрались, пусть даже 5 минут, 10 минут потратили своего свободного времени, они уже по-другому относятся. Быстрее весна наступает, и настроение лучше делается. Субботник стремительный, задерживаться нельзя. Процесс телепроизводства ждать не будет. Но 5 минут на чай все же выкроили. Поработал? Отдохни. После ударного труда на субботнике «Самара Гиз» пришло время угощения. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События. Пока одни приводят Самару в порядок, другие мусорят у своих домов. Жители улицы Садовой превратили ее в настоящую помойку. Безнаказанно. Пока. Как собираются вызывать к совести нерадивых жильцов, выяснил Андрей Горгуленко. В частном секторе на Садовой на газонах лежит мусор, разлетевшийся по всей улице. Все потому, что из жителей, которые банально не доносят пакеты до контейнеров и бросают их под своими окнами. Ругают их не только коммунальщики, но и соседи, которые стараются ухаживать за своей улицей. Подойдите к моему дому, у меня садик, я сам вечно чищу. А вот люди никто не выйдет, никогда не сметелка, ничего на улице не приметут. Они вот идут, вот утром выходят и прямо ворот могут положить. Вот это же стыдно должно быть. Те, кто мусорит у своего крыльца, категорически отказываются заключить договор на вывоз отходов. В результате коммунальщикам приходится за свои деньги здесь все убирать. Эти расходы компенсирует городской бюджет. Хотя деньгам, конечно, могли найти и другое, более нужное применение. Чем больше мы сэкономим этих субсидий, тем больше возможностей будет выделить дополнительных ресурсов в главе города на более нужные вещи. Привлекаем дополнительные ресурсы. Все это складывается, естественно, на себестоимости вывоза одного кубометра. Повышается тариф. Наказывать недобросовестных жильцов будут финансово. Штраф 5000 рублей. Причем вывезти мусор стоит совсем недорого, 65 рублей в месяц. А жить в чистоте и вовсе бесценно. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. В эту субботу, 22 апреля, Самара присоединится к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Участникам предложат за 30 минут ответить на 30 вопросов о военных событиях. Сдать своеобразный экзамен можно будет на 44 площадках в Самаре и 19 районах области. Также будет доступно онлайн-тестирование. Ожидается, что участниками акции станут Самарской области более 6000 человек. Кроме того, тест пройдет в 33 странах мира. Для этого задания переведут на 6 языков. Готовили вопросы в Московском государственном университете имени Ломоносова. Это вопросы готовились для всей страны. Вопросы не только на знание фактологии, не только на знание фактов, не только на знание дат, но и на знание подвигов героев, на знание событий, на знание каких-то взаимосвязей. Чемпионат ПФО под зюдо преподнес немало сюрпризов. Во-первых, удачно выступила сборная Самарской области, завоевав 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. А во-вторых, президента Федерации Самарской области избрали руководителем Федерации Приволжского федерального округа. Обо всем по порядку. Сергей Кизоркин. Новости спорта. Продолжит эфир. Самара в очередной раз провела чемпионат Приволжского федерального округа под зюдо. На татами вышли 175 спортсменов из 14 регионов. Из них 43 за Самарскую область, 31 мужчина и 12 женщин. Мастер-международник Кристина Румянцева после долгого вынужденного перерыва вернулась в большой спорт. И с первой попытки стала чемпионкой. Это мое первое соревнование после операции. Травма на колено была. И нужно было где-то стартануть. По-моему, это достаточно сильный регион. Самый сильный считается во всей России, так как на чемпионате приезжаем, и девушки с По-Ожи борются на уровне хорошем. Конечно, самая главная мечта любого спортсмена – это Олимпийские игры. Поэтому будем стараться на 20-20, а там видно будет. Главное, чтобы здоровье было. Накануне чемпионата по Волжье прошла конференция. Главное событие – избрание нового руководителя Федерации дзюдо Приволжского федерального округа. Им стал президент Федерации дзюдо Самарской области Иван Матынга. У Ивана Анатольевича серьезные и амбициозные планы положительного характера по развитию дзюдо на территории Приволжского федерального округа. Были заявлены такие перспективные направления, как дзюдо в школах. В Самаре есть участники Олимпийских игр, есть чемпион Олимпийских игр. Конечно, жалко, что здесь нет дома дзюдо, нет масштабного спортивного центра. Но я думаю, что губернатор очень активно ведет позицию в Самаре. Я думаю, что этот вопрос в ближайшем будущем решится положительно. Сборная Самарской области в общей сложности на чемпионате ПФО завоевала 12 медалей, из них 5 золотых. Самарские борцы дзюдо, как всегда, выступают успешно. Мы надеемся, что они попадут в сборную и будут защищать честь нашей Самары на всероссийских соревнованиях. По итогам чемпионата по Волжье на чемпионат России поедут 10 самарских дзюдоистов. Четверо выступят за мужскую сборную и шестеро за женскую. Турнир пройдет в начале сентября в Нальчике, Кабардино-Балкария. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере. Смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!